Это такие тонкие психологи иногда бывают, знаете, как у меня нас тренер настраивал на поединок, вот он нам скажет, у него, говорит, друг, ты же не знаешь, говорит, у него девушка его бросила только что по смс, он расстроенный, и что, что он тебя сильнее, друг, у него сейчас настроение не то, он не с твоей ноги встал, всегда есть шанс, пока свисток не прозвучал, ты не проиграл, ну и ты и не победитель, вот так он селся. Когда мы проиграли, ну он старый в закалке, я, конечно, не одобряю его методы некоторые, он всегда говорил, мешок, все, иди, потом проговори. Я, конечно, вот у меня ребятенок один, я на него немного рассчитывал, но он проиграл, соответственно, перегорел, видно по нему было, он мог много сделать, но то, что соревнование первый раз, я, конечно, его обнял, сказал, ты молодец, не переживай, это начало пути. Дальше больше, вот сейчас ты проиграл, мы сделаем свои выводы, пойдем завтра на тренировку утром, и мы с собой проработаем все наши ошибки, которые мы сделали, вот, все. Главное говорить сейчас, вот как дети растут, с ними главное общаться, не надо от них вот так вот, как наш тренер говорил, иди отсюда, мешок, потом, потому что нынче дети все равно более чувствительные и более требовательные к вниманию, когда тренера больше уделяют, они больше стараются, но есть, соответственно, дети, которые стараются, а которые не стараются, например, пришли на тренировку играться, а другие пришли, например, серьезно, вот у меня есть парнишка, ему семь лет, брать других семилетников, они там бесятся, а этот смотрит, он и соревнования у меня выиграл, чисто у всех, у него самым больше было соперников, 13 соперников было, вот он, ему семь лет, он всех выиграл, хотя с другой стороны, с другой сетки тоже парень шел, и тоже всех из 7-0, и на туше там, и 10-0 выиграл, они в финале встретились, он ему шансов не дал, такой, он потому что он на тренировке настроен, серьезно слушает, серьезно выполняет, я ему говорю, он четко, вот с такими приятно работать, со мной детьми, и еще говорят, если, вот такой всегда вопрос у родителей, почему мой ребенок, вы его, к нему меньше внимания, а этому ребенку больше, типа этот любимчик, ну а как, если этот ребенок старается, этот ребенок ему говоришь, он все равно как бы, да, на своем, и конечно ты будешь работать с тем, кто хочет работать, и ты родителям объясняешь, когда у него проснется, что ему надо, это, мы будем работать, а соответственно, сейчас я даю определенное задание, если вот этот старается, я ему больше подсказываю, этому подсказываю, то же самое, но он не хочет слушать, поэтому тренера, тренера сложно, вот в этом плане, сейчас с родителями еще сложно работать, видите, потому что родители современные, насмотрятся этих ютюберов, психологов, что мой ребенок лучше, моего ребенка бить нельзя, на него кричать нельзя, наш тренер раньше без разбора лупил всех, только какой он правильность, ты получал, только правильность, ты получал, все, и родители всегда были за, сейчас, не дай бог, ты его сильно ударил, там потом на тебя что-то, что-то, жалоба, вот и были такие моменты, ну в итоге приходится общаться, работать, разговаривать, все равно находить подход, правила не изменились, все равно, если нарушает, получает, вот, говорит, дверь, не хотите, не соглашается, здесь такие правила, здесь тренировка, а не детский садик.